МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа Крайм Тайм. В студии работает Денис Зимцов. Здравствуйте и смотрите сегодня в нашем выпуске. Горбатого только могила исправит. Отсидев за двойное убийство, бывший ЗК снова взялся за нож. Где произошло убийство супружеской четы? Не уступила дорогу и стала виновницей смерти двух человек. В Алматы огласили приговор 59-летней женщине, совершившей наезд на пешеходов. Какой вердикт вынес суд? Четырехлетняя девочка погибла под колесами автобуса. Чем в это время занимался водитель общественного транспорта? В стиле форсаж. Алматинская полиция ловит ночных стритрейсеров. Чем закончилась охота на гонщиков в прошедшие выходные, узнаете через несколько минут. Отсидевший за двойное убийство казахстанец снова убил двоих человек. Об этом сообщает Аллау.КЗ. Жителя Рудного приговорили к пожизненному сроку. За три месяца до этого рецидивист вышел из колонии, где пробыл 20 лет за совершение аналогичного преступления. 41-летний Эдуард Сулаков вышел на свободу в мае 2020 года. В августе он оказался в гостях, где вместе с хозяевами дома распивал спиртные напитки. В судебном заседании достоверно установлено, что вы, Сулаков, 16 августа 2020 года, находясь в доме погибших, после распития спиртных напитков, вступили в конфликт с Бесендином, ввиду того, что он вас и свою супругу Черныш уличил в интимной близости. В ходе пьяной потасовки Сулаков нанес хозяину дома несколько ударов ножом в грудную клетку. От полученных ранений Бесендин скончался на месте. Женщину, на глазах у которой произошло убийство, Сулаков увел в другую комнату, чтобы успокоить. В итоге он сначала удовлетворил свою похоть, а потом навсегда успокоил женщину, дважды ударив ее ножом. Тела хозяев через некоторое время обнаружили их соседи. Убийцу задержали через два дня. По решению суда в новом месте лишения свободы Сулакова будет принудительно лечить врач-психиатр. Впрочем, приговор может быть обжалован. 59-летняя женщина осуждена за смертельное ДТП в Алматы. Суд приговорил виновницу аварии к пяти годам лишения свободы. Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Розы Бакиева-Ескараева. Осужденная двигалась на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, проигнорировала знак «Уступи дорогу» и выехала на перекресток, где допустила столкновение с ехавшим по главной внедорожникам «Лексус». Последнего в результате удара развернула и выбросила на обочину, где стояли четыре пешехода. В итоге двое из них погибли. Девушка 1992 года рождения умерла на месте, а 25-летний парень скончался в больнице. В Шимкенте автобус насмерть сбил четырехлетнюю девочку. По словам пассажиров, водитель сидел в наушниках и не сразу заметил произошедшее. Отреагировал мужчина только после того, как прохожие стали кричать и размахивать руками. Девочка умерла до приезда скорой помощи на руках своего отца. Какое наказание ждет водителя, Айдана Нураж продолжит. Смертельный наезд произошел накануне по улице Молдогулова. Четырехлетняя Залина играла с друзьями во дворе и решила сходить к отцу. Он работал неподалеку. Дорогу девочка переходила одна, но в неположенном месте. Очевидцы с ужасом вспоминают сучившиеся. По их словам, водитель протащил ребенка по дороге несколько метров и не сразу заметил, что под колесами человек. Шофер отреагировал только после того, как прохожие стали кричать и размахивать руками. У водителя в ушах были наушники. Все, кто тут стоял, кричали ему. Он показал нам вот так, мол, что случилось. Потом он вышел из автобуса, а там уже девочка лежала под колесами. Отец ребенка одним из первых оказался на месте происшествия и, увидев дочь, чуть не тронулся умом. Девочка была еще жива, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Она умерла на руках своего отца. За ужасной драмой, едва сдерживая слезы, наблюдали десятки очевидцев. Сегодня Залине должно было исполниться пять лет. Родные планировали организовать ребенку большой праздник. И буквально мне говорят, мол, до головы, говорят, дочку избили какую-то. Я прибегаю, смотрю, моя дочка лежит под баллоном, без кишки, без кишки в асфальте. Она еще, оказывается, до меня еще, оказывается, шевелилась вот так. Несмотря на то, что девочка переходила улицу в неположенном месте, водителю автобуса грозит уголовное наказание. Ему не следовало пользоваться наушниками, управляя общественным транспортом. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Данная часть указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Если водителя признают виновным, то ответственность ждет и транспортную компанию, в которой он работает. По городском Акимате сообщили, что с перевозчика могут расторгнуть договор. Тем временем жители улицы, где произошла страшная трагедия, добиваются того, чтобы движение общественного транспорта на и без того узкой улице запретили. Айдана Нураш, Назирки Укбасова, Абзал Турабеков. Специально для Крайм Тайм. Алматинские полицейские ловят стритрейсеров. В прошедшие выходные стражи порядка патрулировали излюбленные места любителей уличных гонок. В итоге планы любителей быстрой езды были нарушены. Однако нашлись и те, кто, несмотря на слежку, все же устроил игру в шашки на проспекте Аль-Фараби. Спорить с полицейскими бесполезно. Они заранее записывают нарушения на видеорегистратор и могут показать запись как доказательство. Всего за прошедшие выходные полицейские выявили более двух с половиной тысяч нарушений ПДД на улицах мегаполиса. 17 водителей находились в нетрезвом состоянии и их лишили прав. 43 автомашины ездили без номеров и почти 120 автомобилей катались по улицам города со стопроцентной тонировкой. Тем временем полиция устроила охоту на ночного лихача в Алматы. Ночной дрифт водителя попал на видео и распространился в социальных сетях. На кадрах видно, что в темное время суток водитель совершает опасные маневры на большой скорости. В ходе оперативных мероприятий полицейские поймали нарушителя. Им оказался Шамиль Жумфаев, 1999 года рождения. Молодой парень на БМВ признался, что его поведение не несло никакого злого умысла и было лишь развлечением. Кроме того, полиция выявила у него неоплаченные штрафы на сумму почти 200 тысяч тенге. С такой целью, цели никакой не было. Извините меня, если я ваш покой побеспокоил ночное время суток. Такого больше не повторить. В Алматы на ходу загорелся троллейбус. Инцидент произошел по улице Тимирязева в районе Атакента. Во время движения произошел обвал проводов, а затем яркие вспышки. В общественном транспорте на момент инцидента находились пассажиры. Водитель дождался интервала между вспышками, открыл двери и вывел людей. Затем вернулся за огнетушителем и принялся тушить пожар. В пресс-службе департамента ПОЧС сообщили, что произошло короткое замыкание электропроводов. Шемкенские студенты подрабатывали наркокурьерами. Только за сутки полицейские задержали 8 человек, которые распространяли запрещенные синтетические вещества. Четверо подозреваемых оказались девушками. Они закладывали заранее приготовленные наркотики в тайники. Все указания молодые люди получали через социальные сети. В основном наркодилеры развозили синтетику под покровом ночи. В ходе проверки были выявлены и изъяты синтетические наркотические вещества, упакованные в полиэтиленную проволочную оболочку в количестве 116 штук, спрятанных в незаметенных местах. В настоящее время проверяется причастность указана граждан к другим аналогичным преступлениям. Американка, чье лицо вы видите на экране, стала обладательницей миллиона двухсот тысяч долларов по ошибке банка и отказалась их возвращать. Корпорация финансовых услуг случайно перевела на счет женщины почти 520 миллионов тенге в переводе на нашу валюту вместо предполагаемых 82 долларов. Когда банк осознал свою ошибку и попытался вернуть деньги, то запрос был отклонен, так как их уже сняли со счета. После счастливого уведомления в приложении мобильного телефона, женщина почувствовала себя миллионером и незамедлительно купила себе новый дом, машину и одежду. В ходе расследования детективы смогли вернуть лишь 75% от потраченной суммы. В итоге у полиции не осталось других идей, как арестовать 33-летнюю Келинс-Падони и обвинить ее в краже, банковском мошенничестве и незаконном переводе денежных средств. Сейчас миллионерша из трущоб ожидает суда. Сразу после нас не пропустите итоговый выпуск новостей. Будет интересно. Но я с вами прощаюсь. В студии работал Денис Зимцов. До встречи и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok